Самара Байкерская 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 Никакой русский не любит быстрой езды. Сезон открыт, а потому истинные любители качественной мототехники отправляются за покупками. Компания «Панафта Ямаха» существует в Самаре с 2007 года и на сегодняшний день является одним из лидеров по продажам мототехники и мотоэкипировки на территории региона. Компания «Панафта» является эксклюзивным дистрибьютором некоторых мировых брендов, моциклетных по России, японские шлема «Араи» хорошо зарекомендовали себя на рынке. У нас можно выбрать любую расцветку и разновидность шлема. Тайанские шлема «Нолан» также в любой модификации и для самого изысканного вкуса. Мотоэкипировка представлена итальянским брендом «Спизи». Есть туристические модели для повседневной, трековые, кожаные модели. Кроссовый ассортимент представлен брендом «Муфа». Представлены всевозможные модели «Мотобот Сиди». Также у нас всегда есть последние новинки. Возможные цвета и размеры. Главная особенность нашего салона заключается в том, что у нас всегда представлен самый широкий ассортимент известнейшего в мире бренда «Ямаха». Легкие дорожные мотоциклы, более мощные, две разновидности суперспортивных мотоциклов. Самый мощный серийный мотоцикл в мире «ВМАКС». Салоны «Панафта Ямаха» – это профессиональный подход, адекватные цены, высокий уровень технического сопровождения и гарантийного обслуживания. Если где-то там внутри у вас что-то зачесалось, загорелось и захотелось, может быть, что-то приобрести или проконсультироваться, милости просим в наш прямой эфир. Звоните. 202-11-22. Мы продолжаем разговор. И сейчас как раз таки хочется, наверное, поподробнее узнать, как вообще в Самару ваша компания пришла, с чего начинали и что, собственно, сейчас представлено, помимо того, что мы видели. В Самаре компания начала свое существование с 2007 года. Розничная сеть представлена в 16 городах России, и поэтому у нас всегда в наличии актуальный ассортимент зимой-снегоходы, летом мотоциклы, гидроциклы, квадроциклы. Необходима экипировка, потому что использовать технику и получать удовольствие нужно всегда должным образом, защищая себя с ног до головы. То есть если человек придет к вам в салон, его там встретят люди в этом разбирающиеся, посоветуют что-то, покажут, расскажут. Можно ли у вас пройти тест-драйв, например, какой-то? Из года в год у нас проводятся всевозможные мероприятия, тест-драйвы, презентации новых моделей, но на данный момент это только квадроциклы, гидроциклы и катера. Мотоциклы отдельная тема, особо травмоопасны, поэтому тест-драйв на мотоциклах пока невозможно. Наверное, приходят все равно те люди, которые уже знают, чего хотят, понимают. Что, например, вы посоветуете тем, кто собирает? Люди приходят, кто-то выбирает дорожный мотоцикл, кто-то спортивный. У каждого разные потребности, нужно прежде всего из этого исходить. Кто-то ездит на дальняк в Европу один раз в год, и ему этого достаточно. Кто-то ездит на работу каждый день по 10 километров и о дальнем путешествии даже не мечтает. И не думает, ему это не нужно. И для каждых целей нужно свой вид мотоцикла. Ну вот что посоветуете начинающим? Возраст есть какой-то такой идеальный для того, чтобы начать, не знаю, как-то так заниматься этим? Как в любом другом занятии, лучше всего начинать с детства, с ранних лет, когда еще нету. То есть в культуру втягиваться потихонечку? Втягиваться в культуру, не получать разной ненужной информации по поводу того, как это опасно. А постепенно с малокубаторной техники расти-расти и до того мотоцикла, до того вида мототехники, которую тебе хотелось купить в детстве. Самого мощного, самого быстрого. Безусловно, если нам приходят самые молодые покупатели, мы их должным образом подводим к тому или иному мотоциклу. Если приходят люди в 40-50 летном возрасте, и у них в детстве не было возможности и времени, чтобы начать, то помогаем, консультируем, и все уезжают довольные. Ну вот вы сказали нам в сюжете, что есть они делятся на легкие, на какие-то дорожные такие, вот уже дальше. Можно поподробнее рассказать, в чем разница такая глобальная? Легкие-то какие? Ну, легкие дорожные мотоциклы не отличаются особой мощностью, нехорошо управляемые, тоже ездят быстро, но это мотоциклы для езды по городу, выездов недалеких, но не для путешествий, потому что для путешествий другой формат мотоциклов, это либо круизеры, чоперы большие, либо туристические мотоциклы, как ФИДЖР, куда устанавливаются кофры, где большое ветровое стекло, где подогрев рукояток, и проезжаешь тысячу километров за день, устаешь, но не до боли, как на спартах или на легких мотоциклах. Кто перемещается на малые расстояния, кто ездит на работу, как я изо дня в день, то люди предпочитают спортивные мотоциклы, получают удовольствие от внешнего вида мотоцикла, от концепции, от того, что он просто есть и стоит в гараже, но они ездят очень мало. Посадка менее удобная, но она вся сбитая, и во время движения ты получаешь удовольствие от управления мотоциклом. Далее уже идут такие супермощные, да, получается, самые-самые, о которых мечтают многие. Это так? То, что я вот общалась с людьми, да, даже снимаю сюжеты какие-то, а все говорят, я хочу больше там литров, чтобы он был такой огромный, хороший, красивый. Не все об этом мечтают, у некоторых есть, да, там определенные фантазии, что это мотоцикл, который разгоняется за 2 секунды до 100 километров, но, как правило, это люди, которые мало ездят на мотоциклах, а имеют его для того, чтобы он просто был, и там для выездов один раз в месяц или в неделю. Ну вот вы в экипировке, мы вас уже видели, всю эту экипировку можно у вас приобрести в магазине, и представлены бренды достаточно такие, известные всему миру. Вы являетесь эксклюзивными дистрибьюторами, да, этих марок? Да, Panafta существует уже более 20 лет, с 92-го года, и есть дистрибьюция по всемирно известным брендам, то есть там Шлеманол, Нарай, которые используют и любители, и профессионалы на гонках там мирового масштаба MotoGP или World Superbike. Кожаные и текстильные там штаны, кортки, это бренд Speedy итальянский, ну и ботинки CD. Полностью нужно одеваться, если ты едешь на работу, если ты едешь на дальняк, непредвиденная ситуация может случиться в любой непредсказуемый момент, ты полностью открыт, поэтому фировка должна быть соответствующая. Ну вот мы говорили о том, что сезон, да, так не очень давно у нас еще открылся, уже есть какой-то определенный наплыв у вас посетителей, или это не зависит вообще от времени года? К вам круглосуточно, круглогодично приходит? Или все-таки весна такое время, когда хочется, люди тянутся? Ну, безусловно, это зависит. Зимой люди не покупают летнюю одежду, ну, по крайней мере, это очень редко. Девушки покупают. Мотоциклетно. Мы говорим про моты, да, конечно. Сезонность присутствует в летней технике, в зимней технике, всегда. И поэтому наша задача, чтобы всегда был актуальный ассортимент всевозможных моделей, расцветок, размеров, чтобы можно было прийти, померить и купить, и ничего не заказывать и не ждать. А что у вас можно на сайте найти интересного? На сайте есть все актуальные цены, все разновидности существующих моделей экипировки, ботинок, брюк, курток, шлемов. Если чего-то нет в наличии, то очень быстро привозим под заказ в течение трех дней, поэтому нет человека, который не может купить нужную вещь у нас в салоне. Ну, как вы считаете, на Самаре есть какой-то, не знаю, свой круг, своя община, не знаю, общество самарских байкеров? Общаетесь наверняка с людьми? Есть несколько мотоклубов, есть несколько сообществ людей, которые ездят в Европу ежегодно, есть группировки молодых парней, которые ездят на спортивных мотоциклах, и в основном это ночные поездки. Нельзя сказать, что они в определенный момент времени там или там, их где-то можно найти, но все друг друга знают через кого-то. Всегда существуют открытия мотосезона и закрытия, где все друг друга встречают, если не видели в течение лета. В таком бы мотоцикле ты не ездил, и как бы часто и как бы редко все равно ты в определенном кругу общаешься. Друзья, но если есть какие-то вопросы, сегодня у нас представитель компании «Панафта Ямаха» Алексей Логинов. Звоните. 202-11-22. Также напоминаю, что у нас конкурс идет. Мы разыгрываем билеты в кино. В кино такое очень необычное. Это киноцентр «Вертикаль». Показ спектаклей в кино. Это очень, на самом деле, новинка такая интересная и на самом деле очень захватывающая, потому что звук невероятный, качество изображения. «Боевой конь» так звучит название спектакля. Сегодня решили для вас это разыграть. Какие-то мысли по этому поводу? Звоните. 202-11-22. Мы вот говорили про мероприятия, что у вас проходят презентации, какие-то еще интересные моменты. Можете рассказать, что ожидается, может быть, в ближайшее время? Какие мероприятия, какие акции у вас сейчас идут? Ежегодно проводятся тест-драйвы и по всей России, да, проходят какие-то акции по всем салонам «Панафта». На данный момент проходит акция шлема в «Трейд-ин». То есть любой обладатель старого шлема может поменять с небольшой доплатой свой шлем на новый. А шлем – это главный в экипировке у любого мотоциклиста. Ну, шлемы, кстати, бывают разные. Я видела, что там и есть такие интересные достаточно модели. И мы даже разговаривали во время съемок, что человек с разными потребностями приходит. Кто-то хочет просто красивой какой-то такой, ну, девочки, может быть, там, розовый, в бантиках, цветочках с киногероями. А конкретно приходит иногда человек и говорит, что ему нужна безопасность. Вот, надеюсь, таких больше все-таки людей, кто ратует за безопасность, а не за красоту. Да, из года в год таких людей больше, безусловно, которые, несмотря на то, что у них мотоцикл, предполагающий езду в бандане и в очках, они все равно выбирают шлем, потому что за безопасность. Ну, кстати, некоторые байкеры порой уступают за езду без шлемов и даже акции в странах Европы проводят такие вот интересные. Уступают, но с этим борются. и успешно. Вы всегда шлем надеваете? Всегда. Всегда. То есть даже не было такой мысли, чтобы снять и поехать без него? Никогда не было. А порицаете кого-нибудь, если вдруг увидите без шлема? Такое бывает? Всех своих друзей, знакомых. То есть, а я-яй без шлема никуда? Да, безусловно. Это даже неудобно. Летит много пыли и грязи, песка. Понятно. Ну, а вот такой у меня вопрос. Человек, который приходит к вам один раз, он наверняка возвращается еще, еще, еще. И есть ли у вас какие-то бонусы, скидки, акции, вот именно дисконтные карты, может быть, что-то еще? Да, сеть большая и человек, купивший, покупающий мотоэкипировку и мототехнику, становится обладателем дисконтной карты, скидки в диапазоне от 5 до 15 процентов, которые дифференцируются. Благодаря этому люди возвращаются, чтобы приводят друзей, чтобы они тоже оделись у нас или перегоняют технику на обслуживание. У вас и обслуживание тоже есть. Сервисное обслуживание тоже есть. Или у них появляется потребность в тюнинге мотоцикла, чтобы придать какую-то эксклюзивную внешность, которая будет отличать его от такого же мотоцикла у друга, товарища. Ну, в общем, если вдруг какие-то вопросы возникают, обращайтесь в друзья обязательно. И мне кажется, сейчас самое время пришло, может быть, Алексею лично обратиться к всем тем, кто нас смотрит. Камера напротив вас. Буквально пару слов, если хотите, можете пригласить в ваш замечательный салон. Если вы давно мечтали сесть на мотоцикл, но вас что-то смущает или у вас есть какие-то вопросы, вы можете прийти к нам. Мы посоветуем вам подходящую для под ваши потребности модель. И вы оденетесь у нас, будете чувствовать себя абсолютно защищенным на дороге и получать удовольствие от использования экстремальной техники. Надеюсь, что так и будет, друзья мои. Ну, пришло время прощаться. Тем временем, напоминаю, что мы проводим фотоконкурс. Звоните. 202-11-22 билеты в кино. Разыгрываем. Если возникнет какая-нибудь мысль у вас, как можно весело подписать эту фотографию, прокомментировать. Котик вам для вдохновения. Это наша традиционная забава. Так что не стесняйтесь. Алексей, спасибо, что пришли. Вам успехов, удачи и, конечно, побольше преданных покупателей. Ну, а мы, друзья, сейчас посмотрим небольшой такой видеосюжет о том, как юные совсем байкеры, так они себя тоже называют, собрались и решили провести накануне Дня Победы акцию «Байкеры раздают георгиевские ленты». Что из этого вышло, давайте посмотрим. «Байкеры раздают» «Байкеры раздают» Ребята, в честь праздника Давайте раздадим всем ленточки Повесим их себе на мотоциклы Давайте Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДМК Д sottofus Дорогий Д笑 oak Д IngoTorzok Диаст ha Дсüyor Д милли RayTorzok ДкоTorzok Дмитрий Д한데Torzok Дмитрий Дмитрий Очень хороший мотоцикл, к сожалению Это кастом мне на заказ Ребята собирали, тоже на базе Уральского движка Отдал кучу денег, к сожалению, я его продал Ну а сейчас наличие сколько есть? Три мотоцикла у меня в наличии А как вы выбираете, на каком поехать? Ну, это вот ребята Тоже собирают самоделки Золотые руки у людей, да? У нас на Удокс приезжал парень из Челнов Вот на нем приехал Да, золотые руки Бросил пить, начал вот Это гонки на мотоциклах Я тут Участвую в гонке, в преследовании На зимнем следствии Сноудокс Что за пассажиры? Ну да, как противовес А это чьи-то питомцы? Или ваши? Это мотоцикл тоже Ребята в Самаре собирают вот кастомы такие Как они правильно называются? Мотоцикл кастом Это мотоцикл, сделанный на заказ Это на открытии сезона Я 2-го числа, 2-го мая На Кирилла Мефодия Маевку в Самарской Ну прям вообще Не знаю, в кино снимать В основном я езжу так вот далеко Опять это вот Самая дешевая модель Ирбитского мотоцикла Она стоит порядка 380 тысяч Урал-Соло Это из Англии, по-моему, фотография В основном все за рубеж идет У нас люди не покупают Сразу вспоминается, урал-байкеры Это утро, да, утро На заре Утро байкера Ничего не может быть счастливее Открываешь, а там стоит мотоцикл друзей Цветает Это тоже где-то я на дальняк ехал Сфотографировался на заправке То есть частенько такое бывает Что хочешь сорваться и поехать куда-нибудь Бывает часто, да Это гонки на уни-мото Тоже на сноудоксе На слете международном зимнем Вот такая техника Колесо, мотор, лыжа Надо определенное расстояние Сноровку еще уметь Ну да, довольно-таки опасная вещь Это Саратов Тоже вот к друзьям поехал Просто собрался, джинсы одел, куртку одел И доехал Просто пригласились Посидеть, пиво попить До Саратова, что тут ехать Ни о чем Вот мы сфотографируемся на их Бродвее Филармония Я не помню, как это называется Опять же, вот это типичный мотослет Мотоциклы стоят Культурно, друзья, видите Абсолютно адекватные люди Что вы там себе придумываете? Абсолютно адекватные люди Люди в основном состоятельные все Потому что Дорогое удовольствие ездить на мотоцикле Ну, это типично Привязаны все Палатки, спальники Я остановился, сфотографировал На трассе где-то, не помню Ну а сколько, если на дальнее расстояние ехать У вас обычно с собой груза на килограммах Если Ну, если коляска, то у меня и спальник Надувной матрас И газовая горелка Весь дом на колесах Да, там все, чтобы не тратить деньги Там, допустим, на кафешке Все с собой Продукты все Если на мотоцикле На мотоцикле с одиночкой То поменьше, конечно Питающийся уже в придорожных кафе Спальник Пенка Палатка Смена белья И все практически Больше ничего нет Друзья, у нас продолжается фотоконкурс Не стесняйтесь Звоните 202 1122 Присоединяйтесь К нашему сегодняшнему общению Ну, на самом деле Хочется сегодня, наверное, еще такую тему поднять Реакция людей Когда узнают, что человек преднадлежит к мотокультуре Вот этой вот субкультуре, так скажем Часто ли бывает негатив какой-то? Ну, бывает Особенно в дальних поездках Такое встречается в каких-нибудь небольших городах Люди, наверное, все-таки живут небогато Когда узнают, что ты просто сел на мотоцикл На дорогой И тратишь деньги на бензин Свободное время для того, чтобы просто хорошо провести время У тебя есть какое-то увлечение У людей, конечно, как бы Немой вопрос вообще, да? Да, ну, жлобит маленько, да Бывает негативное Бывает, ну, все бывает Но в основном у нас народ все равно добродушный Вообще в стране Готовый помочь, прийти на помощь А бывали такие ситуации, что нужна была помощь вообще вот на дороге? Ну, я разбивался пару раз далеко от дома, под Тюменью Ну, к счастью, у нас, так как у байкеров Очень взаимопомощь выражена Ребята приехали с Екатеринбурга Меня забрали, отвезли в больницу Я у них жил две недели в Клабхаусе Это Клабхаус, это место сбора клуба, допустим Ну, сейчас так, да Да, и мне купили билет, отправили обратно Потом мотоцикл загрузили, фуру отправили обратно То есть... Братство Да, единственное, заплатил за билет, за железнодорожный Все, с меня не взяли ни денег, никаких, ничего До сих пор я им благодарен Екатеринбургский клуб Тотом Комф Спасибо вам Здорово Ну, вот я тут собрала мифы о байкерах Я не знаю, Леонид, попробуем сейчас опровергнуть Байкеры, опасные бандиты, враги общества И злостные нарушители дорожного движения Ну, это, конечно, стереотип Конечно, за рубежом есть до сих пор мотоклубы однопроцентные Которые занимаются контролем за криминальным бизнесом Но в последнее время из-за больших тюремных сроков их там приезжали Поэтому в России нет такого Нет такой бандитской шайки, которая бы разъезжала Ну, у нас, скажем, закон другие У нас попробуют тут по бандитству Понятно Байкеры протирают женский пол И в частности леди на мотоциклах Ну, это абсолютный миф Мы люди в основном все как бы джентльмены Готовы помочь Нет такого Люди все сильные А сильные люди никогда не обидят женщину А отношение к девушкам, которые садятся на мотоцикл Наоборот, уважительные Особенно, когда в дальнобой они ездят Это просто респект И готовы всегда им помочь Никогда у нас такого нет Ну, может быть, шутки там есть какие-то Какие? Интересно Ну, есть такая шутка, что девушка, которая ездит сама на мотоцикле У нее так отрастают вторичные половые признаки мужские Понятно Ну вот, девушки, знаете Нужно даже быть в образе байкерши слабой, наверное, какой-то Попросить о помощи лишний раз, не стесняйтесь А мотоцикл это все? Это все Для меня все Я встаю с мыслью о мотоцикле Я зарабатываю деньги для того, чтобы на мотоцикле ездить Для того, чтобы они были исправны Практически все Для меня лично все Для многих моих друзей тоже Это основной смысл жизни их Каждый байкер мечтает о Харлее Вот такой миф еще Ну, не каждый Харлея Дэвидсон довольно-таки специфический мотоцикл Скажем так, с ним надо заниматься Но на части, наверное, так оно и есть Немногие могут его, во-первых, позволить, обслуживать Там даже резьбы другие Любую гайку потеряешь, уже не найдешь нигде Надо заказывать Скажем, вот, предыдущий человек, который передо мной в эфире был У них мотоциклы более такие, скажем так Скажем, надежные Ну, Харлей, он все-таки Имя, бренд Ну, я не против был бы, скажем так Приобрести в будущем Харлей Дэвидсон Ямаху, допустим, я бы не купил Ну, понятно Вопрос такой Байкеры не любят авто Так ли это? Лично я обхожусь Последнее время без машины Я продал Ну, в основном Относимся к машине как к средству передвижения Нету такого Ну, я за всех людей не могу говорить Для кого-то, может, машина как-то важна Любит, там, ее зимой ездит Ну, мотоцикл для настоящего байкера Несравнимо с машиной никак То есть рядом поставить даже Ну, нельзя никак Эти два транспортных средства Ну, а сейчас Если какие-то такие вот мечты есть Что бы еще в коллекцию В копилочку в такую? Ну, мне бы хотелось приобрести вот Мотоцикл, который был на снимках Урал Ретро Но, к сожалению, на сегодняшний день Там уже идет очень много нововведений Из-за экологии Инжектор, он очень дорогой До 500 тысяч рублей он стоит Поэтому пока нет возможности Приобрести его Этот мотоцикл Друзья, у нас есть еще небольшой опрос Который мы тоже провели На нашем мероприятии Давайте посмотрим И вернемся в студию Я катаюсь на мотоцикле Первый мопед у меня появился В восьмом году Мопед у меня был советский И ломался он часто Сидал в гараже Чаще, чем катался В девятом году Мне папа подарил нормальный мопед Я уже начал кататься Со знакомыми Познакомился У нас там начала образовываться То есть своя компания Мы выезжали там в леса На шашлыки Я этим занимаюсь второй год Началось сегодня того То, что я разбился На чужом скутере И меня это как-то зацепило Я решил сначала брать скутер В итоге я определился И решил все-таки Брать мотоцикл Ну, это интересно Это мое хобби К мотодвижению примкнуло Очень давно Еще в студенческие годы Как бы уже нравилось Все это движение Мотодвижение Жила в другом городе Там не было таких шикарных мотоциклов Как сейчас у нас Вот И очень как бы это нравилось Всегда хотела Отучилась в институте Пошла работать Заработала на первый мотоцикл Купила Захотелось уже Побольше Покрасивее Вот Ну, в общем, сейчас Езжу на Ямахе В стар 650 Завтра собираюсь в Саратов На открытие байк-фестиваля Достаточно Это Нужны расходники Экипировка Изначально Нужен мотоцикл Права Это затрата Достаточно Для меня это Как Вторая жизнь То есть Мне это нравится У нас Компания уже Очень большая Грубо говоря По всей Самаре Меня много Кто в принципе знает Вот Организовываем Открытие Закрытие сезона Ну, вообще Как бы Я это не афиширую Вот А когда Меня Уже видят Что реально Вот я приехала На мотоцикле Конечно, все в шоке Как он такой большой Он такой тяжелый Как ты с ним справляешься Как вообще-то К этому пришла То есть Такие вопросы Ну, как обычно Сколько жрет Сколько прет Ну, вот такая Сегодня у нас Интересная тема Получилась Будем, мне кажется Еще и еще Встречаться Тем временем В нашей студии Настоящий Байкер По которому видно Действительно Что человек До кончиков пальцев Проник Этой культурой И здорово Что у нас есть Такие люди в Самаре Леонид, есть ли кому-нибудь Чего сказать В камеру напротив Ребят, ну, все Кто меня знает В Самаре Хочу передать Огромный привет Будьте аккуратнее Вот Молодым ребятам Из прошлого сюжета Хочу Сказать, что Жизнь одна Она Юношеский максимализм Конечно, это одно Жажда скорости Это одно Любое ДТП Даже минимальное На мотоцикле Может вам стоить Жизни Или даже там Ну, по перелому Позвоночника Одевайте И всегда шлем Шлем обязательно Одевайте Вот Ну и пользуясь случаем Я хочу Подарить Телекомпании Кружку С логотипом С цветами Нашего клуба Фанатик МСС Здорово, друзья Вот теперь будет Спасибо, что пригласили Приходите еще Приходите Обязательно Мы эту тему еще поднимем Спасибо, что были с нами До встречи Редактор субтитров А.Семкин